МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Каждый год в День Победы мы особенно остро ощущаем свободу и цену этой свободы, завоеванной нашим народом в Великой Отечественной войне. Знаменитый пилот, который прошел две войны, с первого до последнего дня Великую Отечественную и Корейскую с апреля 1951 по конец января 1952 года. Сегодня гость нашей программы. Сергей Макарович Крамаренко, председатель Президиума Межгосударственного союза городов-героев, герой Советского Союза, генерал-майор авиации, лётчик-истребитель. Сергей Макарович, здравствуйте! Добрый день, здравствуйте! Ну, во-первых, мы вас поздравляем с 95-летием, желаем вам здоровья, мирного неба над головой, счастья и, конечно же, благополучия. Спасибо! Сергей Макарович, вот когда начиналась война, что было в обществе, что говорили люди, было ли ощущение, что начнется Великая Отечественная война, что писали в газетах, говорили по радио? Вот давайте вспомним вместе с вами. Нет, о войне не говорилось. Говорили, что мы поддерживаем добрые отношения с Германией, что вместе с Германией, так сказать, поддерживали отношения против Польши, против западного мира, так что была такая крепкая дружба. Приезжали германские руководители, а наши военные руководители ездили в Германию, знакомились с немецкой техникой, с военной, так что были самые дружественные, хорошие отношения. То есть о войне никто не думал? О войне никто не думал. Уже война прошла сильный день, уже закончилась, и мы, так сказать, наслаждались мирной обстановкой. У вас за плечами большое боевое прошлое от Сталинграда и до Берлина. Вы не раз встречались лицом к лицу со смертью. Скажите, пожалуйста, что на войне поддерживало ваш боевой дух? Поддерживало чувство любви к нашей Родине. Скажите, а как вы встретили 9 мая 1945 года? Где вы были? Я встретил в городе Берлине. Я приехал на площадь перед Буддестагом и, значит, расписался на стене, оставил свою подпись, встретил кого-то из иностранцев, из американцев, поздоровался с ним, пожарил другу руки, поздравил друга с победой. А как сейчас вы отмечаете День Победы? Отмечаю в Москве, встречаюсь с молодежью, выступаю, рассказываю, как мы воевали. А затем, еще даже раньше, на Красной площади проходит военный парад. Меня приглашают на трибуну сидеть почти у самого мавзолея. Там я сижу, смотрю, как проходят колонны, а потом иду в большой зал на шестой этаж, где сажают меня за первый и за второй стол, как героя Советского Союза, рядом с президентом или с другими руководителями. Так что очень торжественно, красиво и по отношению ко мне очень, так сказать, уважительно. Вам нравится акция «Бессмертный полк»? Мне нравится, что сейчас молодежь будет нести портреты своих руководителей, своих отцов, которые защищали нашу Родину, проходить по Красной площади. Это будет вызывать у них уважение, например, к Москве, к Красной площади, к правительству России, к правительству Москвы. И в дальнейшем будет служить им надежным руководством в их жизни. Сергей Макарыч, скажите, а вы следите за политической обстановкой в нашей стране и в мире? За политической обстановкой я служу только по телевидению, по газетам. Она, так сказать, напряженная. Ощущения войны есть у вас? У меня ощущения войны нету. Я воевал в Северной Корее в 1951 году, защищал ее от уничтожения американских бомбардировщиков. 12 апреля 1951 года мы набрали 7000 метров, перелетели реку Ялузян, и в километрах 30 или 40 от реки встретили 48 бомбардировщиков Б-29 и около 80 истребителей Тандержет, которые летели уничтожать мосты через реку Ялузян, чтобы не дать Китаю и Советскому Союзу снабжать Корею оружием и предовольствием. В этом бою я атаковал командира истребителей. В моем распоряжении было 6 МиГ-15. Впереди вся эта группа увидел двух истребителей, самолеты F-84, там даже летел командир истребителей. И я понял, что мне надо сбить его, чтобы истребители уже были, так сказать, дезорганизованы. Я развернулся прямо под первыми группами, ниже их зашел хвост, метров с 300 расстрелял командира. Истребители противника, эта группа команды, не поняли, что впереди выисключил советский истребитель пара, и уничтожает их командира. И только после того, как я открыл огонь, и снаряды начали разрываться на самолете командир этой группы, несколько самолетов бросилось на меня, чтобы уничтожить. Мой ведомый Сергей Родионов отбил атаку одной пары, потом второй. Я увидел, что меня сейчас собьют. Сделал резкий переворот, ушел вниз. Мы пару испекировали, вышли в сторону, затем набрали высоту и снова начали атаковать уже сверху истребители противника. Все истребители повернулись за подбитым командиром, который развернулся в сторону моря. И вся группа, почти 80 самолетов, не стала поддерживать своих бондировщиков, не стала расстреливать наших истребителей, а пошла в море, отбиваясь от атак шести самолетов. А мы повернули в сторону нашего аэродрома, который был за рекой Елузиан. Там, подходя к речке, вдруг увидели три бондировщиков, которые шли к морю, там, с самолетов пара шла, потом тройка, потом одиночки, атаковали их. Подбили еще шесть самолетов, из которых пошел белый дым. Уже больших снарядов у нас не было, мы расстреляли по истребителям, сбили пять истребителей раньше. А тут еще атака бондировщиков. Но оказалось, что мы пробили бензиновые баки, и из самолетов, от наших бронебойных снарядов, из дыр выходил бензин. И 25 бондировщиков, значит, не вернулись на базу. Из них упало на территорию Северной Кореи, на нашей, на Северной Корее. Девять самолетов, до Южной Кореи долетело три самолета. Это вот 12 самолетов упало на землю Кореи. А еще 13 упало в море от тех пробоин, баков, которые вызвали утечку бензина. И у них просто не хватило бензина долететь до острова Кенавы, 6 тысяч километров от Владивостока. И они упали в море. Оставалось у них 24, и было сбито 16 бомбинировщиков. То есть у них осталось меньше 10 на острове Кенава. И американские летчики отказались лететь, бомбить Советский Союз. Должили были сбросить 300 атомных бомб на Советский Союз, уничтожить 80 городов. Это погибло 100 миллионов, ну сколько миллионов, трудно сказать, погибло. Но весь Советский Союз и даже все северо-полушарие было бы заражено радиацией атомной. И кто бы остался жив на северо-полушарии, неизвестно. Даже и Америку затронуло бы. Но американские летчики после такого разгрома своих самолетов отказались бомбить Советский Союз. Заявили, что мы не пролетим и 100 километров, как нас собьют. И мы погибнем вместе с нашими атомными бомбами. Таким образом, третьей атомной войны не состоялось. И Советский Союз, а затем и Россия благополучно существуют. И показывают свою мощь. И мы надеемся, что жизнь будет продолжаться еще долгие годы. И все будет лучше и лучше. Сергей Макарович, то, что вы рассказали, это, вы знаете, ни в каком кино не увидишь. Это просто, я себе представляла, невероятно. Скажите, пожалуйста, а что бы вы, какой фильм, какую книгу вы порекомендовали бы прочитать с молодежи, для того, чтобы понять, что же такое была эта страшная война? Об войне в Северной Корее я написал книгу «В небе двух войн». Ну, меня сбили один раз. Я в последнем вылете защищал командира своей группы, которую на наших 16 самолетах атаковал около 40 истребителей «Фоккер-Вульф». Отбил две атаки, зрением на него. И во второй атаке меня сбили. Самолет дико завертелся. Я попробовал выводить самолет, не помогает. Тогда я понял, что надо катапультироваться. Я повис на парашюте, посмотрел и вдруг увидел, что мимо меня пролетает один «Серебр», оказывается. Видимо, второй. Одного я сбил, а второй, его ведомый, решил отомстить. Смотрю, сейчас у меня начнут хрестать пули. Я еще подтянул ноги, думаю, ноги хоть спаси. И вдруг очень прекратилось самолет. Я, посмотрел, резко развернулся. Крем почти 90 градусов. Пошел мимо меня, метров 50. Меня болтнуло. Пошел, смотрю, на второй заход. Вдруг я вхожу внизу облака. Вхожу в облака. Мне стало так радостно. Вижу, что меня сейчас уже не убьют. Я живой останусь. Облака быстро кончились. Немного было. Посмотрел вниз. Смотрю, падаю на сопку, на лес. Думаю, сейчас повисло на дереве. Потом увидел в стороне, так, немного справа. Так, падаю туда, справа, по поляну. Я подтянул правые стропы, чтобы туда скользить. Скольжу, скольжу, смотрю, попадаю. На поляну удар от земли. Несколько кувырков сделал. Остановился на склоне сопки. Лежу. Смотрю, вроде живой. Спускаюсь, вышел вниз. Внизу дорога. Посмотрел, из леса выезжает двуколка. На ней сидит кореец. Смотрим друг на друга. Я стал говорить по-корейски, что я советский летчик. Что я защищаю Корею. Смотрю, лицо у него злое. Он держится за вилы. Я думаю, как же ему сказать? И думаю, своего вождя-то он знает. Я показывал на него рукой, пальцами. Говорю, кимирсен хо. Он хо-хо. Я говорю, сталин хо-хо. То есть, что я русский. Подошел, пожал мне руку, помогая сесть. Посадил рядом и поехали в деревню. Деревня была примерно в километре. Он зашел, сказал. Выходит, помогли мне снять обувь. Заводят, сажают стол накрытый. Там водка, закуска. Все. Посадили меня. Сами человека. Хозяин дома. Еще кто-то пришел. Человека три или четыре сели. Ну, а потом я нарисовал самолет. Миг пятнадцатый. Реку Ялузяна, аэродром. Что перелетали, сажались. Мясо били. Ну, все. Так мы часа два разговаривали. Уже начался темнеть. Меня поселили на полу. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. За то, что вы поделились такими сокровенными воспоминаниями, которые очень ценны для нас. Ну, вам тоже большое спасибо. Это очень важно, чтобы знали, что наши воины защищали Советский Союз, защищали нашу Родину. Что там сражалось три года. С 1 декабря 1950 года по 1 февраля 1952 года. Сергей Макарович, вы герой, не только герой Советского Союза, вы герой для многих, для многих молодежи. То, что октября 1951 года мне присвоили звание героя. Сергей Макарович, мы вас поздравляем с 9 мая, с Днем Победы. Спасибо вам большое. Вам здоровья, долгих лет жизни. Дорогие друзья, гостем нашей студии был герой Советского Союза, человек с большой буквы Сергей Макарович Кормаренко. Человек, на которого нужно равняться. До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...